Привет, мои лунные котята! А чтобы добавиться в семью лунных котиков, нужно подписаться, поставить палец вверх и нажать на колокольчик. Тема сегодняшнего ролика «Польза продуктов». В этом видео я расскажу про основные продукты, которые очищают ваши сосуды. Если просто знать и следовать этим простым правилам, то вы будете жить гораздо дольше и лучше. Так что досматривайте это видео до конца, будет очень полезно и интересно. Нашу кровеносную систему можно сравнить с дорогами. Только по дорогам движутся автомобили, а по кровеносным сосудам движется наша кровь. Если по каким-то причинам происходит закупорка нашего сосуда, то происходит образование тромба. Если в нашем сосуде образуется холестериновая бляшка, то происходит местное воспаление и образуется кровяной тромб. И в любой момент этот тромб может оторваться. Но все дело в том, что образоваться тромб может в широкой артерии, а потом по кровотоку попасть в более узкую. Если где-нибудь в узкой артерии он закупоривает целый кровоток, то происходит катастрофа. Если это произойдет в мозгу, то у человека будет инсульт. Если это произойдет в сердце, то у него будет инфаркт миокарда. Именно это является причиной смерти свыше 50% людей на нашей планете. Но если вы включите в свой ежедневный рацион некоторые продукты, то это очень сильно снизит вероятность возникновения этих проблем. Какие же это продукты? Первый продукт – гранат. Это, возможно, один из самых лучших фруктов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Гораздо лучше есть свежий гранат, чем употреблять гранатовый сок. Гранат улучшает ваш липидный профиль и нормализует уровень холестерина. А также он разжижает вашу кровь. Следующий продукт – это хурма. Хурма содержит очень большое количество полифенолов. И они очень здорово влияют на уровень вашего холестерина. К тому же хурма обладает ярко выраженным оранжевым цветом. Это говорит о том, что в ней содержится большое количество бета-каротина. Также в хурме очень много магния. А употреблять магний необходимо всем людям. Поскольку магний – это вообще минерал номер один для нашего сердца. Идем дальше. Арбуз. В арбузе содержится особая аминокислота L-ситрулин. И именно эта аминокислота помогает нашему организму вырабатывать азотную кислоту. А азотная кислота, в свою очередь, очень здорово расширяет наши сосуды и снижает кровеносное давление. И те люди, которые регулярно употребляют арбуз, получают хорошую дозу этой аминокислоты. И среди этих людей реже встречаются проблемы с повышенным давлением. Идем дальше. Рыба. Рыба вообще является одним из самых полезных источников белка. Особенно полезным будет лосось. Поскольку этот вид рыбы содержит очень много омега-3. И много раз было доказано, как положительно омега-3 влияет на наше сердце и сосуды. Конечно же, омега-3 можно употреблять и в форме добавок, но и рыбу, конечно же, не стоит исключать. Следующий продукт – это апельсиновый сок. Было проведено большое исследование. И было доказано, что употребление двух стаканов апельсинового сока каждый день в значительной степени снижает артериальное давление. А также вещества, которые содержатся в апельсиновом соке, нормализуют наш холестерин. Так что это будет очень полезной привычкой каждый завтрак пить апельсиновый сок. Идем дальше. Яблоки. В яблоках содержится большое количество клетчатки. Ну и помимо этого, в яблоках очень много такого вещества, как пектин. И именно пектин способствует нормализации нашего холестерина. Именно поэтому врачи очень часто рекомендуют людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, регулярно употреблять яблоки. Следующий пункт – помидоры. В помидорах очень много магния, который очень полезен для нашего сердца. А также они содержат ликопин. Это особый антиоксидант, который очень полезен для наших сосудов. Причем употреблять помидоры можно в любом виде. Как в сыром, так и в приготовленном. Как вам больше нравится. Следующий пункт – это чеснок. Конечно же, он обладает определенным запахом. И если очень много чеснока съесть, то может даже немного заболеть живот. Поэтому его можно использовать в приготовленном виде. Чеснок отлично помогает не только от инфекции, но и с проблемами в сердечно-сосудистой сфере. В его состав входит оксид азота, который очень полезен для наших артерий. Он снижает давление и препятствует образованию тромбов. Идем дальше. Вы знаете, в какой европейской стране люди гораздо реже болеют от сердечно-сосудистых заболеваний? Это Греция. И ученым стало интересно, а что такого особенного в Греции? И выяснилось, что причина в их ежедневном рационе. Греки едят очень много грецкого ореха и оливкового масла. И было доказано, что эти два продукта очень полезны для нашего сердца и сосуда. Так что этот пункт у нас двойной. Грецкие орехи и оливковое масло. Их можно употреблять вместе в виде салата. Например, миксуя их с зеленью. Кстати, друзья, напишите в комментариях, какие из этих продуктов вы знали. Поделитесь. Овсянка. Не случайно, зачастую люди каждый завтрак едят овсянку. Даже некоторые производители овсянки на упаковке пишут о ее пользе для сердца. И они могут действительно это утверждать. Овсянка действительно очень полезный продукт. Она богата клетчаткой, которая улучшает холестериновый профиль. Также употребление клетчатки ведет к снижению сахара в крови. И в целом, есть овсянка на завтрак, пожалуй, будет отличной идеей. 7 самых полезных орехов. Номер 7. Фисташки. Орех богат медью, марганцем, фосфором и другими важными микроэлементами, которые помогают сохранить зрение и твердость костей. Среди других преимуществ фисташек – укрепление сосудов, улучшение работы печени и повышение потенции. Номер 6. Кедр. Маленькие орешки содержат витамины группы В, С, П, Е, антиоксиданты и аминокислоты, поэтому отменно укрепляют иммунитет. Они легко усваиваются, поэтому их рекомендуется употреблять детям и беременным, чтобы обеспечить организм необходимыми микроэлементами – калием, железом, цинком и кальцием. Более того, кедровые орехи показаны при нервных расстройствах, а также проблемах с кожей и волосами. Номер 5. Кешью. Орех богат белком, углеводами, витамином Е, К, В, А, фосфором, железом, цинком и магнием. Кешью способствует снижению уровня холестерина и укрепляет иммунную систему, улучшает работу репродуктивной системы и даже защищает эмаль. Одно из главных преимуществ кешью – низкая аллергенность. Номер 4. Миндаль. Орех является лидером среди других сортов по содержанию белка и клетчатки. Благодаря большому количеству витамина Е и магния, миндаль улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Более того, он улучшает обмен веществ и нормализирует уровень сахара в крови. Многочисленные исследования показали, что в преддиабетическом состоянии миндаль улучшает чувствительность к инсулину. Номер 3. Фундук. Лесной орех – кладезь целой группы минералов, витамина Е и полиненасыщенных жиров. В нем содержится достаточно мало углеводов, поэтому его принято считать диетическим продуктом. Важно отметить, что фундук защищает сердце, снижает уровень холестерина и обладает противовоспалительными свойствами. Номер 2. Арахис. Арахис богат антиоксидантами, витаминами группы А, Д, В, полезными жирами и веществами, повышающими свертываемость крови. Также он содержит большое количество магния, поэтому предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и снижает риск инсульта. Антиоксиданты помогают поддерживать здоровье и хорошее настроение. Номер 1. Грецкий орех. Самый популярный и широко доступный сорт считается самым полезным. Он содержит витамины С, В, Е, магний, железо, фосфор, цинк, марганец, калий, медь и полиненасыщенные жирные кислоты. Он благотворно влияет на работу мозга, пищеварение, помогает укрепить иммунитет и устраняет авитаминоз. Более того, некоторые исследования показывают, что брецкие орехи помогают при диабете и снижают риск развития некоторых видов рака. Если вы будете есть яйца каждый день, в вашем организме произойдут эти 5 вещей. 1. Вы увеличите мышечную массу. Яйца – один из самых полноценных по аминокислотному составу белковых продуктов, которые вы можете найти. Одно яйцо содержит от 6 до 7 граммов белка. 2. Вы улучшите здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что употребление от 3 до 5 яиц в день способствует здоровью сердца, поскольку холестерин, содержащийся в них, полезен для организма. 3. Вы похудеете. Высокое содержание белка в яйцах повышает сытость и уменьшает тягу к еде. Включив яйца в свой рацион, вы сможете лучше контролировать свой аппетит. 4. Ваше зрение улучшится. Яйца содержат сильные антиоксиданты для глаз, такие как лютеин и зиоксантин. Исследования показали, что регулярное потребление яиц повышает уровень антиоксидантов в крови, что способствует хорошему зрению. 5. Вы улучшите работу мозга. Если вы будете съедать от 3 до 5 яиц ежедневно, вы улучшите концентрацию внимания и память. Продукты, которые обожает наш кишечник. И первое – это квашеная капуста, которая несет огромную пользу для нашего кишечника. Старайся каждый день съедать 100-150 грамм квашеной капусты. Второе – орехи. И здесь можно выделить грецкий орех, макадамия и фундук, которые богаты полезными жирами и различными витаминами. Третье – клетчатка. И она содержится в овощах, фруктах, зелени и отрубях, которые должны входить в твой ежедневный рацион. Чем больше ты будешь есть овощей, тем признательнее будет твой кишечник. Четвертое – кокос. И в рацион можно добавлять не только мякоть кокоса, но и молоку, сливки или пасту из кокоса, но в небольшом количестве. И пятое – молочные продукты, особенно кефир и йогурт, которые должны быть натуральны и без каких-либо добавок. А вы знали, что есть чай, который убивает раковые клетки? Чай, который нормализует давление от сыпи на коже, от бессонницы, от боли в животе и в кишечнике. Этот чай повышает иммунитет и усиливает энергию. И этот чай пить можно всем – взрослым, детям, беременным, кормящим, постоянным, без ограничений, в любое время дня и ночи. И это – Иван-чай. Иван-чай.